Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Новая одежда для каждой самарской дороги. В столице региона продолжается ремонт дорог картами. Этой ночью рабочие приводили в порядок Южное шоссе. Будут радовать и хранить память о трагических событиях войны. В Парке Победы в рамках международной акции «Сад памяти» высадили сирень. Лопаты и грабли выросли в цене на четверть, а спрос на садовый инвентарь увеличился вдвое. Подробности в новостях экономики. Николай Ренц официально вступил в должность мэра Автограда. Об этом стало известно на внеочередном заседании Думы Тольятти. Главу города поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Напомню, до вступления в новую должность Николай Ренц был главным врачом Тольяттинской городской клинической больницы номер 5. В начале марта ему поручили принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Тольятти. Абсолютное большинство представителей всех фракций Тольяттинского парламента, 28 депутатов проголосовало за заслуженного доктора России. Внесение изменений в бюджет города на текущий год, а также на плановый период двух последующих лет, обсудили на 13-м заседании городской думы. Из вышестоящих бюджетов Самара получила безвозмездные вливания в размере 6 миллиардов рублей. Кроме того, часть средств будет перераспределена из других статей расходов. Куда направят средства, расскажет Виктория Шаре. Бюджет Самары на 21-й и плановые 22-й и 23-й годы, несмотря на сложные экономические условия, сохранил социальную направленность. В нем были заложены все важные проекты – выплаты многодетным семьям, меры соцподдержки медицинским работникам. Теперь, благодаря дополнительным вливаниям из вышестоящих бюджетов, они составили 6 миллиардов рублей, можно не только жить, но и развиваться. Об этом рассказали на 13-м заседании Думы Самары с участием главы города Елены Лапушкиной и председателя городской думы Алексея Дегтева. Мы получили серьезное вливание из вышестоящих бюджетов. За каждый рубль, за тысячу, за каждый миллион приходится очень серьезным образом бороться, обосновывать. И сегодняшние вложения в вышестоящих бюджетов, как безвозмездные поступления, превышающие 6 миллиардов рублей, позволяют нам не только функционировать, полностью обеспеченную систему образования, отрасль, но и развиваться. В ближайшие три года в городе запланировано строительство детских садов и школ. На это направят почти 113 миллионов рублей. Еще почти 900 миллионов запланировано на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также на ремонт и благоустройство. Дополнительные средства пойдут на содержание автомобильных дорог и мостов, на индексацию заработной платы работникам отраслевых учреждений. Но чтобы пандемия не мешала активно работать, глава Самары Елена Лапушкина призвала депутата в городской думе сделать прививку самим и убедить в ее целесообразности других. Дала себе слово, не хочу его нарушать, что где бы я ни была и с кем бы я ни встречался, я в обязательном порядке буду говорить о необходимости проведения вакцинации. Обращаюсь к вам как к депутатам, за которыми стоят люди, обращаюсь к вам как к друзьям, с тем, чтобы вы сами сделали прививки и чтобы вы поработали на своих избирательных округах и разъясняли людям о безвредности и необходимости. Сделать прививку можно будет и в празднике. В Самаре в круглосуточном режиме работает процедурный кабинет по адресу Мичурина, 125. Кроме того, возле торговых центров будут работать мобильные ФАПы, в которых также можно будет сделать прививку. Процедура добровольна и бесплатна. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В Самаре по нацпроекту приступили к обновлению сразу нескольких дорог. Ремонтируют Южное и Ракитовское шоссе. На Южном шоссе работы будут идти на всех проблемных участках с использованием новой высококачественной асфальтобетонной смеси. Специалисты уже приступили к фрезерованию, а подробности расскажем далее. Южное шоссе начали приводить в порядок методом больших карт с выше 100 погонных метров. Обновление на средства дорожного нацпроекта предстоит выполнить на всем протяжении Южного шоссе. От дома номер один до Южного моста. Шоссе – один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры города. Его называют Южными въездными воротами. Трафик на этом участке пути интенсивный, а потому работы выполняются преимущественно в ночное время и без перекрытия движения. Оно организуется по свободным полосам. Начата работа по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования. Выполняются работы по фрезерованию и последующей укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия щепиночно-мастичного асфальтобетона жмарки 16 на полимерно-бетонном вяжище. Фрезерование участка продлится месяц. Работы ведутся с максимальной скоростью. Вывозом асфальтобетонной крошки занимается более 10 единиц техники. Общая площадь выполнения работ превышает 92 тысячи квадратных метров. Протяженность участка – 5 километров. После завершения фрезерования приступят к укладке асфальта. Для этого при условии благоприятной погоды понадобится еще около месяца из расчета, что за смену работами будут охватывать 5000 квадратов в проезжей части. Будет использоваться новая асфальтобетонная смесь, которая на городских дорогах этой весной применяется впервые. Она более долговечная, покрытие прослужит дольше. Использование новых материалов и современных технологий – требование при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». После завершения укладки асфальтобетона на отдельных участках дороги будет установлено разделительное ограждение. Виктория Шарая, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Спасти дома, которые не попали в списки объектов культурного наследия, но являются ценными городообразующими объектами. В администрации Самары обсудили проблему застройки центра города, введение статуса исторического поселения и инвестиционную привлекательность зданий, которые на протяжении многих лет формировали единый стиль старого города. Подробности в нашем сюжете. Более 600 домов в историческом центре Самары претендуют на статус ценных градоформирующих объектов. Их список и дальнейшую судьбу обсудили в городской администрации на круглом столе с участием главного архитектора Самары, представителей профильных департаментов общественности, регионального управления Всероссийского общества, охраны памятников истории и культуры. Речь идет о зданиях, которые не вошли в перечень памятников культуры, но являются аутентичными строениями и формируют историческую среду старого центра. Являясь естественным фоном для этих объектов, они создают колорит нашего города и позволяют к нему относиться как к аутентичному образованию городскому. Они были выявлены, они были экспертами проработаны, селекционированы, если можно так выразиться, и на сегодняшний день находятся на процедуре утверждения в рамках как раз исторического поселения. При этом многие издания из этого списка находятся в ветхом или даже в аварийном состоянии и входят в программу по переселению. Участники «Круглого стола» отметили важность координации направлений по охране градоформирующих объектов с программами по сносу аварийного жилья и расселению граждан. Это крайне необходимо, потому что снос проходит по законным предписаниям прокуратуры, когда дома признаны аварийными. Сейчас просто в ручном режиме с каждым объектом будем заниматься. То есть смотреть все вместе комиссионно, каждый объект, который сейчас признан аварийным и под снос, является ценным градоформирующим объектом, как нам его сохранить. А пока по поручению главы города Елены Лапушкиной здания, претендующие на включение в списки ценных градоформирующих объектов, выведены из списков домов, подлежащих сносу. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 61 513 человек. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 180 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 58 634 пациента. В Самарской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. В Новокуйбышевске на прививку в поликлинику пришла сразу целая команда волейбольного клуба «Нова». А в Самаре сделать вакцинацию можно не только в процедурных кабинетах поликлиник, но и в специально оборудованных помещениях торговых центров. Подробности в нашем сюжете. Чтобы поведение всегда было спортивным, игроки новокуйбышевской волейбольной команды «Новой» решили привиться всем коллективом. Говорят, тренировки идут ежедневно, и если заболеет один игрок, он сразу же заразит других. Мы все вместе посовещались и решили, что мы будем делать прививку по многим причинам. Ну, первонаперво, нам некогда болеть, и так как эта болезнь течет очень тяжело, со всякими осложнениями, а мы люди очень активные и подвержены и общения, и нагрузки, и мы решили себя обезопасить. За игроками подтянулись и члены их семей. Волейболист Денис Шанкин на процедуру пришел вместе с супругой. Я отношусь положительно. Я думаю, нечего бояться. Вакцина уже прошла все испытания. Я думаю, это того стоит – привиться ради своего же здоровья. В Новокуйбышевске прививают двумя вакцинами – гам-ковид-вак и эпи-вак-корона. Вторая больше подходит для пациентов, имеющих хронические заболевания и больных, находящихся дома. На сегодня в городе привит около 9,5 тысяч человек. Процедуру проводят по двум адресам – Пирогова-1 и Островского-32. Мы приглашаем всех на вакцинацию, особенно пациентов, имеющих сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Эти пациенты наиболее подвержены заболеванию коронавирусом и развитию у них тяжелых осложнений. В настоящее время имеется небольшая тенденция к уменьшению заболеваемости коронавируса в Новокуйбышске, поэтому это для Новокуйбышевки очень важно. В Самаре сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Там оборудовали специальные кабинеты. Татьяне Хайкиной 68 лет. Говорит, не хочется находиться в группе риска, а потому, захватив паспорт, отправилась на процедуру в торговый центр. Это очень удобно для населения. Я считаю, правительство и наш президент озабочен нашим здоровьем. И мы как бы тоже знаем, что у нас есть дети, растут внуки. Это наша просто обязанность. Мы должны это сделать. Но мы и сделали. После получения второго компонента вакцины, пациентам на сайт госуслуг присылают сертификат. При необходимости его можно распечатать. Кроме того, получить справку о вакцинации можно в прививочном кабинете. Виктория Шаре. События. Самарские врачи проводят уникальные операции новорожденным детям с пороком сердца. При полном отсутствии левого желудочка медики заставляют работать половину сердца за целое. Об этом расскажет Ольга Хомракулова. Пульс есть. Чтобы услышать эту простую фразу, врачи Самарского областного кардиодиспансера противостоят жестокой статистике. 8 детей на 1000 рождаются с пороком сердца. Поэтому каждую операцию смело можно назвать уникальной. Например, заставить сердце новорожденного биться при отсутствии левого желудочка. Для этого наши хирурги буквально перекраивают жизненно важный орган и путем вшивания нескольких заплат заставляют работать правый желудочек за двоих. Суть этого порока в том, что у ребенка нет левого желудочка сердца. Тот, который должен работать на весь орган. Ее просто нет, природа не вырастет. Вырасти мы его не можем. И вот мы путем этих операций обманываем сердце, переключаем все кровотоки так, чтобы заставить работать правый желудочек за два. Такой вид операции уникален не только в масштабах страны, но и в мировой практике. Состоит он из трех этапов. Каждый имеет свое название – Норвуд, Гленн и Фонтен. У нас система оказания помощи именно этим пациентам налажена. Мы их наблюдаем в течение уже многих лет. С 2004 года, как было создано детское, соответственно, кардиохирургическое отделение. И на сегодняшний момент времени для таких пациентов, с которыми выполняются все эти этапные операции, есть специальный Фонтен-центр создан, где они отслеживаются мультидисциплинарной бригадой. Проводят такие операции по федеральной квоте высокотехнологичной медицинской помощи бесплатно. Ольга Хомракулова, Максим Гусев, События. Эфир продолжит новости экономики. Их расскажет моя коллега Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что садово-дачный инвентарь, который так понадобится россиянам в ближайшие 10 дней, существенно подорожал? Да, цены на лопаты и грабли выросли почти на четверть. Стоимость набора начинающего дачника подсчитаем чуть позже. Сейчас о курсах валют. Курс доллара на 1 мая 74 рубля 84 копейки. Евро 90 рублей 58 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 67 долларов 75 центов за баррель. Лопаты и грабли подорожали в России почти на четверть. Спрос на них возвращается к допандемийному уровню. Специалисты сравнили средние чеки и данные о продаже садового инвентаря за период с 1 по 25 апреля в 2020-2021 годах по всей России. Выяснилось, что средний чек при покупке лопаты в апреле составил 402 рубля, что на 23% выше, чем в апреле 2020 года. При этом грабли обойдутся дешевле, их средняя цена 250 рублей, на 22% выше, чем в апреле прошлого года. Средний чек на садовую метлу составил 253 рубля, что на 18% выше, чем год назад. При этом объемы продаж садового инвентаря в этом году выросли. В апреле 2021 года удалось продать на 70% больше лопат, а грабли и метел примерно в два раза больше прошлогоднего уровня. Реальные располагаемые доходы населения в первом квартале 2021 года упали на 3,6%. Рост доходов ожидается со второго квартала. Год назад в этот период они рухнули больше всего. Реальные располагаемые денежные доходы россиян показывают, что у населения остается после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию. Средняя сумма потребительского кредита в России по итогам марта впервые превысила 300 тысяч рублей, что подстегнуло объем их выдачи до исторического максимума в 340 миллиардов рублей. Россияне в марте стали брать в банках потреб кредита в среднем на 4,9% больше, чем в феврале. Одновременно в марте на 11,5% подскочило и количество оформленных потребительских суд. При этом портфель российских банков в этом сегменте вырос за месяц на 1,7%, максимально приблизившись к 5 триллионам рублей. Это новый абсолютный рекорд за всю историю мониторинга, связан он, очевидно, с максимально либеральными кредитными политиками кредиторов, которые за счет увеличения средней суммы потребительского кредита стараются выполнить бизнес-планы. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Не дай себя обмануть. Профилактическую акцию с таким названием проводят сотрудники Самарской полиции совместно с представителями Общественного совета при управлении МВД России по Самаре. Жителям рассказывают о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и интернет-магазинов и вымогают деньги. Горожанам напоминают, что в первую очередь нужно как можно быстрее закончить разговор, а потом перезвонить по проверенным номерам банка или отдела полиции и ни в коем случае не сообщать свои персональные данные. Самарцам раздают памятки, а также размещают их на информационных стендах. Как действовать, если поступил подозрительный звонок, в первую очередь разъясняют пожилым людям, так как они чаще других становятся жертвами телефонного мошенничества. Дело в том, что пожилые люди, они наиболее доверчивые. Они жили в Советском Союзе. Когда не было вот такого мошенничества, и даже предугадать это было сложно. Это первое, это не паниковать, а звонить в соответствующие органы. Данное профилактическое мероприятие вообще направлено на то, чтобы наши граждане сознательно относились ко всем звонкам, поступающим к ним. Чтобы всегда были на чеку и никогда не доверяли мошенникам. Будут радовать и хранить память о трагических событиях войны. В преддверии 9 мая в рамках международной акции «Сад памяти» волонтеры совместно с ветеранами высадили кусты и сирени в парке Победы. Готовились к этому дню заранее, облагораживали почву и выбрали саженцы. Это растение не только символ весны. В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали именно ветками сирени. Уже второй год Самарский дом молодежи высаживает аллею деревьев и кустарников, отдавая дань памяти всем погибшим героям Великой Победы. Большое спасибо сотрудникам Дворца ветеранов, что они за этой посадкой сирени ухаживают. Они до сих пор все живые, ничто не засохло, не поломалось. Это символ, который отмечен везде и на картинах известных художников, и на открытых, и везде-везде. И для нас это в первую очередь символ Победы. Сегодня в Самаре прошла акция помощи одиноким людям, которую инициировало общественное движение «Люди-дело». В рамках акции волонтеры провели уборку на территории дома одной из жительниц города, подпилили засохшие деревья, а также убрали старую листву и мусор. Все подробности далее. Жительница Самары Наталья Скопутова на улице Никистинской живет с самого рождения. Раньше по дому и в огороде работала сама. Но два года назад по стечению обстоятельств стала инвалидом и вести хозяйство без посторонней помощи теперь не может. Дом пришел в запустение, а полисадник и любимая елочка во дворе заросли сорняками, рассказывает женщина. Сейчас по хозяйству ей помогает сын, но из-за плотного рабочего графика привести в порядок территорию вокруг дома не удается. Сегодня на помощь Наталье и ее семье пришли волонтеры. Я ей сажала в огороде и помидоры, и огурцы, и здесь все облагораживала сама. Очень даже хорошо. А сейчас я не в состоянии. Так что я очень благодарна за эту волонтерскую работу. На участке Натальи волонтеры убрали старую листву, ветки, мусор, а также подпилили засохшие деревья. Молодые люди сами проявили инициативу, а весь необходимый инвентарь им выдали старшие коллеги. Для того, чтобы молодежь более эффективно могла участвовать в волонтерской добровольнической деятельности, мы, организация «Люди дела», помогли им организационно привезти машины, чтобы вывезти большое количество мусора. Различные оборудования для того, чтобы как можно быстрее можно было оказать помощь. Общественное движение существует почти год. За это время представители организации провели несколько полезных для жителей акций. В том числе детскую акцию «Растем вместе», а также акцию по раздаче бесплатных масок и санитайзеров на остановках общественного транспорта в самый разгар пандемии. Мы просто хотим помочь тем людям, которые действительно нуждаются в этой помощи, не более. Эти мероприятия важны для того, чтобы люди чувствовали нашу поддержку, нашу заботу. В рамках акции «Помощь одиноким людям» в ближайшие несколько дней волонтеры посетят железнодорожный, октябрьский, а также промышленный и красноглинские районы. Сергей Кизоркин, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Авантюра по-французски вернулась на самарские театральные подмостки. Когда-то ее давали в драмтеатре, теперь ее играет самарский молодежный драматический театр-мастерская. Премьера намечена на майские праздники в ДК Пушкина. С главными героями французской комедии, режиссером и худруком театра, эксклюзивное интервью записал и наш корреспондент. История про молодого художника, который ввязывается в авантюру, дабы заработать денег на жизнь, заканчивается все тем, что он становится миллионером. Я просто играю служанку, простую девушку, которая приехала из небольшого совсем городка. Но в конце оказывается, что она способна всех провести и помочь как раз-таки главному герою разобраться с его жизненными трудностями. Такой жанр, как «Вады» немножечко подзабыт и зрителям, и драматургами. А вот эта вот история, которая французская Клода Манье, это очень актуально, даже злободневно, когда вот, существуя в этих каменных джунглях, не потерять себя, не потерять свое лицо, не втянуться в эти авантюры, которые заставляют тебя идти на какие-то подкупы совестью, с аморальным поведением. Я думаю, что это очень сейчас нужно об этом поговорить. В жанре такой легкой комедии, комедии положений. Хочется, чтобы вы разделили эту радость с нами 9 и 10 мая в 18.00. Ждем вас на премьеру. Сергей Кизорки, Николай Пифанов, События. Студенты и школьники Самары возродили традиционную легкоатлетическую эстафету. После пандемии участники вновь собрались на ежегодные соревнования, которые проходят перед праздником Великой Победы. О том, какая команда стала лучше, сюжет наших корреспондентов. Анастасия Полынкина занимается бегом уже 9 лет. Девушка постоянно участвует во всероссийских областных соревнованиях. К эстафете, приуроченной к 9 мая, готовилась заранее. Неделя тренировок прошла не зря. На финальном 13 этапе Анастасия с большим отрывом одержала победу над соперниками. Да, я очень довольна. У нас очень много первокурсников, которые достойны вообще бегать, точнее очень хорошо бегают. И вообще мы остаемся в призах уже долгое время. Очень мне нравится эстафеты бегать. В легкоатлетической эстафете приняли участие более 20 команд из школ, вузов и сузов города. Лидеры получили право сразиться в парке Гагарина за звание лучшей команды Самары. Здесь нам очень понравилось. Очень удобное место для того, чтобы распределить участников по этапам. Ну и самое замечательное то, что здесь есть детский стадион, на котором очень удобно наблюдать финишную борьбу, когда решается, кто выиграет эстафету, кто станет призерами эстафеты. Эстафета состояла из 13 этапов для студентов. Они бежали на 800 метров. И 14 для школьников. Они соревновались на 600. Участников состязания оценивали более 30 судей. Сейчас такие времена, что каждому учащемуся нужны портфолио для того, чтобы в школе, в вузах за эту стипендию повышают. Поэтому мы, соответственно, каждому участнику получаем дипломы. Также школьники в свое портфолио составляют для выпускных экзаменов. Победителями эстафеты среди учеников стала команда школы 132. Они одержали победу впервые. Выиграли соревнования с большим отрывом от соперников и студенты сам ГТО. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова